Для посадки деревьев и кустарников буду использовать аммиачную селитру, суперфосфат и нитромофоску. Есть у меня еще другие удобрения. Для каждого растения буду все подробно описывать. Распаковываю черную смородину. Сейчас посмотрим, какие у нее корни. Субстрат влажный. Все хорошо. Вот такие корешки у красной смородины. Я их немножко подрежу. Очень хорошо сохраняются корни. Ежевику буду распаковывать. Вот так выглядят корни ежевики. Саженец сливы колоновидной. Распаковывать буду сейчас. Вот такие корни у сливы. Вот распаковала все три вида черешни. Валерий Чкалов, Мелитопольская и Сказка. Вот такие корни у них. Тоже буду замачивать. Вот таким образом замочила растения, которые буду сейчас высаживать. Сейчас погружу немножечко корни, чем-то придавлю. Для замачивания использовала обычную марганцовку слабую. Больше ничего я сюда не добавляю. После распаковывания растений субстрат я не выбрасываю. Я его буду добавлять понемногу в каждую лунку при посадке растений. Вот на примере лунки для малины я показываю, как я подготавливаю лунки для всех растений. На дно я сыплю удобрение. Также хорошую почву перегной. Все это я сейчас перемешаю. Сделаю небольшой холмик. Забью колышек. И посажу уже растения. Таким образом поступаю со всеми растениями. Только у каждого растения свои удобрения. А способ посадки практически одинаковый. Также через неделю примерно буду поливать растения укоренителем. После посадки саженцев прошло уже несколько недель. И вот посмотрите, как чувствует себя туя. И вот второе деревце. Немножко нужно его подкормить, поскольку есть желтизна. Добавить немножко мочевины в почву. Розовая розочка. Уже есть листики. Развивается. Красная розочка. Тоже с листочками. Малина ремонтантная. Один кустик. Уже появились листочки. Второй кустик. Пока что без изменений. Листиков нет. Но посмотрим, что будет дальше. И живичка. Пока что листиков нет. Но кое-что наклевывается. Думаю, что все будет хорошо. Вот такая яркая и пышная уже черная смородина. Столько много листочков. Прекрасно себя чувствует красная смородина. Черешня Мелитопольская. Крупноплодная. Дала листики. Все будет в порядке. Черешня Валерия Чкалов. Что-то у нас без признаков жизни. Ну, понаблюдаем еще, что будет дальше. Пока что листиков нет. Но срез зелененький. Черешня Сказка. Появились листочки. Все будет хорошо. Прекрасно себя чувствует слива. Уже много листочков. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами была Наталья. До скорых встреч.